В этом видео мы покажем, как монтируются первые и последние панели Кликфальца ПРО на фасаде и кровле. На нашем канале вы найдете самую подробную инструкцию по монтажу панелей Кликфальц на дома в стиле Барнхаус. По краям стены вровень с торцом необходимо установить закладные бруски. К ним в будущем будут крепиться доборные элементы. Замеряем высоту от нижней до верхней точки фасада. Переносим этот размер на два закладных бруска сечением 30 на 50 миллиметров. Теперь нам нужно подготовить клямеры, которыми в дальнейшем мы будем фиксировать крайние панели Кликфальца ПРО. Для этого подойдет любой ненужный фрагмент металла. Нарезаем полоски длиной 10 сантиметров и шириной 2-3 сантиметра. Затем делаем загиб так, чтобы получилась полка 3-4 сантиметра. По краю фасада откладываем ширину бруска 50 миллиметров и выставляем уровень. По этому уровню на каждой доске обрешетки намечаем место установки клямеров. Для удобства с помощью просекателя делаем отверстие в полке под крепление саморезами. Устанавливаем клямеры на обрешетку полкой в сторону места установки бруска. Шаг крепления клямеров 300-400 миллиметров. Теперь устанавливаем брусок. Те же действия проводим на противоположной стороне стены. Приступаем к монтажу картин Кликфальца ПРО. Выставляем уровень на высоте 2,5 сантиметра от начальной планки фальц. Делаем замер от размеченной линии до первой доски кровельной обрешетки. Если вы монтируете картины через крепежную планку, то замер осуществляется от нижнего края планки. Переносим этот размер на картину Кликфальца. Размер откладываем по замку. В верхней части необходимо прибавить 25 миллиметров на подъем под углом 90 градусов. Теперь необходимо отложить ширину картины. Напомним, для симметрии первая и последняя картина на стене идут под обрез. Переносим наши размеры 280 плюс 25 миллиметров на подъем. Будьте внимательны, для правой картины мы осуществляем замер от левого замка с гвоздевой полкой. Обрезаем картину по полученной разметке. Теперь поднимаем картину по длине. Для этого нам понадобится инструмент для подгиба карнизного свеса. В верхней части формируем подъем. Панели Кликфальца ПРО уже предусматривают в нижней части 25 миллиметров на подгиб. Если вы работаете с обычным Кликфальцем, не забудьте заранее при разметке картины заложить 25 миллиметров в нижней части, которые пойдут на подгиб. Готовим шумоизолирующую ленту. Для неполной картины целой ширины ленты нам много, поэтому режем ее пополам. Степлером фиксируем ленту на обрешетке, так чтобы она приходилась на центр картины. Для крепления картины мы используем острые ПШ саморезы 4,2 на 25. Устанавливаем первую картину и жестко фиксируем ее в верхней части. Все остальные саморезы нужно вкручивать в центр перфорации и не докручивая их до упора, чтобы у картины была возможность движения при температурном расширении. В противном случае на фасаде могут появиться видимые неровности. Обрезаем лишнюю часть клямеров, оставляя примерно 20 миллиметров, и плотно прижимаем их к подъему картины, таким образом плотно фиксируя ее по правой стороне. Перед раскроем крайней левой картины обязательно сделайте замер. При раскрое не забываем прибавлять 25 миллиметров сверху и со стороны торца фасада на подъем. Для классического кликфальца добавляем 25 миллиметров внизу. Фиксируем клямеры. На всех установленных картинах не забываем загнуть заглушки в нижней части замков. У кликфальца ПРО они сформированы в заводских условиях. Как сделать такие заглушки на обычном кликфальце вы найдете в инструкции по монтажу. Ссылку мы оставим в описании. По краю кровли откладываем ширину закладного бруска 50 миллиметров. По этой разметке на каждой доске обрешетки размещаем заранее заготовленные клямеры с полкой 3-4 сантиметра. Устанавливаем брусок сечением 50 на 30 миллиметров. Длина бруска равна расстоянию от края карнизной планки до верхней части последней кровельной обрешетки. Те же действия проводим на противоположной стороне ската. Переходим к раскрою картин. Изюминка барна кровля, переходящая в фасад. Поэтому картины у нас будут располагаться точно так же, как на фасаде. И замеры у них будут такими же. Напомним, ширина правой картины 280 миллиметров плюс 25 миллиметров на подъем. Откладываем этот размер от левой части картины. Длина картины также измеряется от края карнизной планки до верхней точки последней обрешетки. Напомним, на картину замер длины переносится по замку. Обрезаем картину по разметке. Формируем подъем по длине листа. Поскольку мы удалили замок, вместе с ним удалился и фрагмент завозкой карнизной части картины. Чтобы сформировать подгиб, отмечаем 25 миллиметров от края картины и проводим линию. Срезаем нижнюю боковую часть картины под углом. Загибаем полученный фрагмент. Напомним, если вы работаете с обычным кликфальцем, к снятому на кровле размеру нужно прибавить 25 миллиметров на карнизный подгиб. Готовим шумоизолирующую ленту. Полной ширины для неполной картины нам много, поэтому режем ее вдоль пополам. Устанавливаем первую картину. Убедитесь, что панель расположена строго под углом 90 градусов по отношению к карнизу. Для контроля прямого угла зафиксируйте панель одним саморезом в нижней точке. Отложите вдоль панели 3 метра. Вдоль карниза 4 метра. Если гипотенуза треугольника будет равна 5 метрам, лист можно крепить, так как он находится точно под углом 90 градусов карнизной планки. Принцип крепления картин аналогичен фасадному. Вверху плотно фиксируем панель. Остальные саморезы вкручиваем в центр перфорации, оставляя зазор 1 миллиметр. Шаг крепления саморезов в зоне карниза и на крайних панелях 250-300 миллиметров. Подойдя к крайней левой картины, снимаем замеры. В нашем случае замеры практически совпали с фасадными. Минимальные расхождения останутся незаметными. Переносим замер на картину, прибавляя 25 миллиметров на подъем. Внимание! Для левой картины размер откладываем от правого замка, без гвоздевой полки. Формируем подъем по длине и доделываем карнизный загиб. Устанавливаем картину на кровлю. Фиксируем клямеры. Внимание! Ни в коем случае не зажимайте низ картины на карнизной планке. Это будет препятствовать свободному движению картины при тепловом расширении металла. Вот и все. Если у вас остались вопросы, обязательно напишите их в комментариях. Там же вы можете предложить темы для наших будущих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок